Станислав Катаров по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва занимал должность временно исполняющего полномочия главы Ленинского городского округа с начала декабря прошлого года. Всё это время он активно проводил встречи и консультации с общественниками, представителями бизнеса и местными жителями. Выступая перед депутатами на 77-м неочередном заседании, Станислав Катаров обозначил главные вопросы, с которыми обращаются граждане и способы их решения. Одна из самых больших проблем в Ленинском городском округе на сегодняшний день это транспорт и дороги, потому что огромное количество пробок, огромное количество жителей, которые собираются и едут в Москву, едут обратно. Но на сегодняшний день у нас уже с учётом тех 10 автобусов, которые передал сам лично губернатор, уже плюс 29 автобусов есть на сегодняшний день. Я уверен, что из следующих партий мы тоже получим дополнительные автобусы и весь норматив в 40 автобусов закроем. Новые машины уже перевозят пассажиров на 7 маршрутах и работа в этом направлении будет продолжена. Также Станислав Катаров озвучил планы по строительству дорог. Буквально сегодня, тоже по результатам поручения губернатора и его поездки, удалось доложить и предложить пробить два дополнительных выезда на МКАД из микрорайонов наших густонаселённых. Это в районе, если помните, Измайлова этот момент. И второй – это на Бесединскую развязку выход из района остров Молоково оттуда. Станислав Катаров сообщил, что надеется найти поддержку у депутатов в реализации ещё одного проекта, который также будет направлен на улучшение обстановки с общественным транспортом. То, о чём мы с вами говорим уже много лет – это лёгкий трамвай. Мы сейчас возобновляем разработку этой концепции и будем её совместно с Советом депутатов, с нашими жителями, с администрацией снова продвигать. На должность главы муниципалитета, которого предстояло выбрать депутатом на этом заседании, претендовало несколько кандидатов. Помимо Станислава Катарова, выдвинутого местным отделением партии «Единая Россия» документы в конкурсную комиссию подали Вадим Буров, Тимур Гаевский и Сергей Глебов. В ходе работы конкурсной комиссии были проверены документы всех четырёх кандидатов, проверялся порядок оформления документов. Также конкурсная комиссия в ходе работы направляла запросы в органы МВД и в органы ФНС и на основании указанных запросов уже проводила проверку на достоверность представленных кандидатами сведений. Утром 2 февраля состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором до участия в голосовании допустили всех кандидатов. Путём открытого голосования большинством голосов на должность главы Ленинского городского округа был избран Станислав Катаров. На сегодняшний день только констатирую факт того, что у депутатов и у многих жителей складывается впечатление, что молодой очень нестандартные быстрые решения, которые идут только во благо. И надо сказать, что мы питаем надеждой на то, что многие вопросы, многие узлы проблемные на нашей территории, конечно, скоро должны развязаться. Торжественная церемония вступления Станислава Катарова в должность главы Ленинского городского округа намечена на 9 февраля. Дмитрий Книга, Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...